Все вы служители, лидеры, пастора, и я хочу научить вас одному очень важному принципу. Кто из вас хочет, чтобы ваша церковь служения была успешна? Вы должны научиться одному очень простому принципу. Это то, что написано в послании кремлянам в 8 главе в 14 стихе. Ибо все в одни бы духом можем суть цены Божьей. И у нас с вами есть задача. Вы знаете, мы с вами должны привести наших служителей в такое место, где они смогут реально познакомиться с Духом Святым и смогут научиться двигаться в Духе Святом. Это то, что принесет успех вашему служению. Вы понимаете? И откройте, пожалуйста, послание к Коэффицианам. Апостол Павел мы читаем с первого стиха. Апостол Павел пишет такие слова. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Вы знаете, что мы с вами призваны в очень такое серьезное звание? Бог дал нам право называться и быть детьми Божьими. Вы слышите? И мы с вами новое творение. И мы с вами служители нового совета. Аминь. Не буквы, но Духа. Вы слышите? Аминь. И мы можем совершать наше служение намного более эффективным, если мы это служение будем совершать в содружестве с Духом Святым. Аминь, аминь, аминь. То, что Иисус говорит, лучше для вас, чтобы я пошел, потому что когда я пойду, придет Он. Я пошел на другого утешения. Но другого, это точно такого же, как и я. И Он будет не только с вами, Он в вас будет. И в том же послании к Ефесянам Он пишет, безмерно величие Его в нас, верующих, по действию державной силы Его. Оно безмерно. И мы должны с вами понять, что если мы начнем двигаться по настоящему Духе Цветов, наше служение, оно будет намного более эффективным. И Павел говорит, я умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно-мудрием, и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Смиренно-мудрием, кротостью, и долготерпением. Вот это вот слово очень интересно, долготерпением. Не просто терпением, а долготерпением. И вы знаете, я думаю, что очень простая иллюстрация к этому слову будет, это связано с ефским хозяйством. То есть вы сначала обрабатываете землю, потом вы вложите зерно, и ждете, пока ли все равно прорастет. Вы слышали? И ждете, пока ли все равно прорастет. А оно не прорастает сразу, проходит день ничего нету, два дня ничего нету, три дня ничего нету. И мы с вами должны ждать. И потом приходит время урожая. И как бы мы ни хотели, урожай, он не будет раньше, он будет как раз в свое время. И наше служение, оно напоминает вот эту землю, которую мы обрабатываем, и мы вложим в зерно. А зерно, оно должно умереть, мы должны что-то потерять. Мы должны что-то вложить в эту землю. И потом оно приносит плод. И наше служение начинает приносить плоды. И люди начинают видеть эти плоды и говорить, вот ему повезло. Но на самом деле, люди, которые видят плоды, они очень часто не видят работы, которая стоит за этими плодами. Они не видят времени, которое стоит за этими плодами. Они не видят посвящения, которое стоит за этими плодами. И они не видят смерти Которая стоит за этим обладать Потому что иногда нам приходится Удрать Для своих желаний Чтобы принести плод И дальше Павел говорит Стараясь сохранять единство Духа В союзе мира Единство Духа В союзе мира Шалом Но шалом Он может быть только в Духе Святом И вы знаете Я верю Единственное единство в Церкви Это единство в Святом Духе И это то единство Которое признает Бог Единство Духа В союзе мира Одно тело И один Дух Как вы и призваны К одной надежде В вашем названии У нас с вами У всех одна надежда И вы знаете Мое призвание Оно не делает меня Больше вас Вы понимаете? Призвание апостола Оно не делает его Очень большим Потому что Павел говорит Все для вас На самом деле Все для вас И есть одно тело Есть разные функции Разные служители Но тело одно И один Дух Как вы и призваны К одной надежде В вашем названии Один Господь Одна вера Одно крещение Один Бог И Отец всех Который над всеми Через всех И во всех нас И дальше написано Каждому из нас Дана благодать По мере Дара Христова То есть у каждого Есть благодать Или есть дарование Вы понимаете? Да У каждого У каждого И когда мы с вами Читаем притчу О талантах Мы видим Что каждому Было дано То есть там нету Никого Кому не было бы дано Но каждому Было дано По силе Но дано было Каждому Как вы думаете Таланты Это много или мало? Много Много? Или мало? Я не знаю А 30 килограмм золота Это много или мало? Много А нет таланта Это еще пока Пока это мало То есть на самом деле Когда мы смотрим На 5 талантов Мы говорим Это много А один талант Это мало На самом деле Талант Это была невероятная сумма Это была огромная сумма Но чтобы вы имели представление Талант состоял Из 5000 динарий Человек за день работы Мог заработать динарию Сколько нужно было Времени Чтобы заработать талант? 50 лет Вы понимаете? То есть это не мало У каждого из вас Есть не меньше одного дула И каждому же из нас Дана благодать По мере дара Христова Посему и сказано Вошел на высоту Клянил плен И дал дары Человеком А вошел Что означает Как не то Что он И не сходил Прежде В преисподние места земли Не сшедшим Он же есть И вошедшим Превыше всех небес Дабы наполнить Все И дальше Обратите внимание То есть Здесь говорится Объезжно Который взошел Превыше всех небес И он Поставил Обратите внимание Здесь не написано И церковь выбрала Община выбрала Старейшины Собрались И выбрали Здесь написано И он Поставил Смотрите Что Он Поставил Одних Апостолами Других Пророками Иных Евангелистами Иных Пастырями И учителями То есть Это не то Что мы выбираем Вы знаете Я пастырь Не потому что Я всю жизнь Стремился быть пастырем Я пастырь Только по одной причине Он так решил Если говорить о том Достоин я Или не достоин Я вам честно Говорю Я не достоин Вы понимаете Апостол Павел Говорит Я не достоин Боя апостола Но я апостол Потому что Он решил Я пастырь Потому что Он решил Я не выбирал Себя пастырем И вы знаете В моей церкви Я говорю Вот Сидит Эдвин Он может подтвердить Вы не выбирали Меня пастырем Я стал пастырем Когда еще Никого из вас Не было Вы слышите То есть Я стал пастырем Когда еще Никого в этой церкви Не было Потому что Он так решил Я в Николаеве Не потому что Мне понравился Южный город Николаев И я решил Переехать в Николаев Вы знаете Я вам честно скажу Я служил в Николаеве В 81 году И мне не очень Нравился этот город Но я оказался В Николаеве Потому что Он так решил И он решил Чтобы я был пастырем И он решил Чтобы я был в Николаеве То есть Это его решение И вы знаете Я точно помню Когда И что Он мне говорил Почему я оказался В Николаеве Мы проводили В 94 году Евангелизацию В Николаеве И Дух Святой Мне сказал Что я должен быть здесь Мы планировали Начать церковь Я планировал Жить в Киеве Приезжать к Николаев Проводить служение И в один прекрасный момент Я понял Что мне надо переезжать Я приехал в Киев Вы знаете Что было в Киеве Ко мне подошел Один брат Он сам африканец Он у нас там вел молитвы И он говорит Слушай Дух Святой мне сказал Что тебя не будет В живом слове И Боря не будет Но Боря будет ближе Ты будешь дальше Вы знаете Я пришел к моему пасторю И пастор сказал Ты знаешь Ты не сможешь ездить Николай Тебе надо переезжать Я сказал Я знаю Когда я переехал в Николаев Первое откровение Которое я получил То есть Иисус сказал мне Я создам церковь мою И врата Адна нет Вы знаете Мне легко быть простым То есть это не легкий труд Но мне легко быть Потому что он созидает Свою цель И он дает мне все необходимое Чтобы эта церковь была совершенной То есть у нас не совершенная церковь Но она меняется Мы меняемся И мы хотим двигаться И основной мотив нашего движения Это водительство Духа Святого Мы хотим чтобы Дух Святой Двигался на каждом служении Мы хотим видеть Ему присутствие Мы стремимся к этому Потому что церковь Это не то что угождает людям Церковь она не принадлежит людям Церковь это дом Бога живого Столк при утверждении истины Он и купил ее Он заплатил за ее цену И он строит ее по своему проекту И когда он ее построит Нечего будет добавить И нечего будет отнять И он поставил Апостолов, пророков, евангелистов Пастырей, учителей И дальше написана Очень интересная вещь Обратите внимание К совершению святых На дело служения Для созидания сила Христова И здесь говорится И здесь говорится Функции Апостолов, пророков, евангелистов Пастырей и учителей У них есть функции И их функция Это не достижение мира Это не евангелизация всей планеты Их функция совершения святых Вы слышите? То есть их функция Помочь святым Становиться совершенной И начинать служить И я говорю в моей церкви Я не верю в церковь Священников и прихожан Я не верю в церковь Священников и прихожан Я верю в царственное священство Народ взятых удел Я верю в церковь Служителей Каждый человек в церкви Должен быть служителем Каждый человек в церкви Должен двигаться в помазании Каждый человек в церкви Должен двигаться в дарах Духа Святого Потому что каждый человек в церкви Имеет дарование И каждый человек в церкви Является дарованием для церкви Но обратите внимание Церковь не является дарованием Для каждого человека в церкви Вы понимаете? Потому что очень часто Мы ищем церковь под себя Но мы должны искать себя под церковь Мы должны найти свое место в церкви Мы должны занять это место И мы должны быть служителями нового завета Мы должны служить в Духе Святом И приносить плод Потому что тело оно растет Оно возрастает И Павел говорит Смотрите для чего все это нужно К совершению святых на дело служения Для созидания тела Христова Докое все придем В единство веры и познания Сына Божия В Мужа Совершенного В меру полного возраста Христова То есть есть полнота Мы все, обратите внимание Все должны прийти в полноту Церковь, она должна прийти в полноту И она будет закончена Вы понимаете? Она будет закончена И дальше написано Дабы мы не были более младенцами Коверующимися и увлекающимися Всяким ветром учения По лукавству человеков По хитрому искусству обольщения Если вы возьмете подстрочник Вы сможете там прочитать Чтобы мы не были младенцами Которые ходят по кругу Чтобы мы не были младенцами Которые ходят по кругу Вы знаете, я видел верующих Которые годами Ходили приблизительно Как Израиль вокруг одной горы Они не возрастали Более того Они деградировали Они не начинали заслужить Потому что они постоянно считали Что они не готовы Они постоянно считали Что они не готовы Они постоянно считали Что они не достоинцы Поверьте мне В этом зале нету Ни одного человека Который был бы достоин Вы слышите? Мы с вами были грешниками, мы были мертвыми по преступлениям и грехам нашим. Каждый человек в этом зале был рожден свыше. Каждый человек в этом зале был рожден свыше по милости Божьей. Каждый из сидящих в этом зале был прощен и очищен кровью Иисуса. Вы понимаете? Здесь нет ни одного праведника, который не нуждался бы в прощении. Здесь ни одного праведника, который не нуждался бы в очищении крови Иисуса. Мы были прощены, мы были очищены, мы были призваны. И кого он призвал, тех оправдал, кого оправдал, тех прославил. Вы слышите? И мы призваны с вами к успешному служению. И успех нашего служения зависит не от наших способностей, а успех нашего служения зависит от наших взаимоотношений с Духом Святым и с нашими братьями. И Господь не хочет, чтобы мы с вами были младенцами, которые колеблются и увлекаются всякими ветром учения. Вы знаете, я столько видел учений за мою маленькую христианскую жизнь. Начиная с 90-го года, я видел эти течения, я видел борьбу с контролирующими духами, я видел борьбу с проклятиями, я видел теорию преуспевания, я видел новые мировые порядки, я видел кучу, кучу, кучу учений. И я видел, как люди увлекались этими учениями. Я научился не увлекаться этими учениями. Почему? Потому что на самом деле у меня есть направление, у меня есть взаимоотношения. И мне не нужно проверять, от Бога это или не от Бога. Если приходит учение от Бога, я знаю, от Бога оно или нет, потому что Дух Святой мне говорит. У меня есть взаимоотношения с Ним. И мне не нужно свидетельствовать, ты должен поверить в это, потому что это от Бога, потому что это правильно. Бог хочет, чтобы мы все были богаты. Вы знаете, очень часто мы хотим. И мы пытаемся убедить Бога, что Он в этом хочет. Но в писательстве написано, что Он все совершает по извольнению своей воли. Вы понимаете? И Он не хочет, чтобы мы были с вами младенцами, которые колеблются и увлекаются. Он хочет, чтобы мы все с вами истинной любовью все возвращали в Того, Который есть в Главах, Христос. И теперь смотрите, что дальше написано. Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру. Обратите внимание, при действии в свою меру, каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. То есть при действии каждого члена. Если вы хотите, чтобы ваша община или церковь росла, то каждый человек должен быть в служении. И каждый человек должен прилагать усилия, чтобы эта община росла. У каждого человека есть дарование, которое необходимо для этой общины, и которое Бог дал ему. Вы слышали? То есть это очень важно. Если вы хотите быть успешными людьми, вы должны внимательно посмотреть в Библию. Вы увидите людей, которые имели взаимоотношения с живым Богом. Поверил Авраам Богу, и это уменилось в его правильность. Чему поверил Авраам? Вы задумывались, у Авраама даже писания не было. У него не было Библии. Но у него были взаимоотношения. Апостол Павел говорит, я не вернусь в слове, но не в познании. У меня есть отношения. И успех нашего служения, он зависит от наших отношений с Духом Святым. Успех нашего служения зависит от наших отношений с Иисусом. Успех нашего служения зависит от наших отношений с Отцом. Имеющий Сына Божьего, и не имеющий Сына, в жизни не имеют. И нам нужно отношения, и нам нужно духовное водительство в нашем служении. Если мы начнем подчиняться Духу Святому, если мы по-настоящему станем рабами Божьими, наше служение, оно просто взорвется, потому что сам Бог будет совершать наше служение. Вы слышите? Давид имел взаимоотношение с Богом. Давид совершал ошибки. Но Давид имел взаимоотношение. Вы слышите? И Бог друг Давида. И Он называет себя Бог Давида. Авраам имел взаимоотношение. И Бог называет себя Богом Авраам. Исаак имел взаимоотношение. Бог называет себя Богом Исааком. Яков имел взаимоотношение. Бог называет себя Богом Якова. Даниил имел взаимоотношение. Бог не следит называть себя Богом Даниилом. На выходе носка говорит о Боге Даниила. Потому что Даниил имел взаимоотношение. Вы знаете, эти люди научились не смотреть на обстоятельства, они научились смотреть на Бога живого. Израиль, он жил в земле обетованной. И вы знаете, в земле обетованной был голод. Земля обетованная это удивительное место. Израиль очень сильно зависит от дождей. Дождей нету, все горит. Там очень жарко. И очень важно, очень большую роль играют дожди. Потому что когда есть дожди, все потоки в Израиле имеют воду. Все источники в Израиле имеют воду. Но когда нету дождей, все высыхает. Исаак был в земле обетованной, не было дождя. Был голод. И вы знаете, Исаак собрался идти в Египет. Он собрался идти в Египет. Потому что в Египте было зерно. Египет был житницей тогдашнего мира. Потому что Египет не зависел от дождей, он зависел от разлива в Нил. И там было зерно, там был хлеб. И когда Исаак собрался идти, Господь явился и ему сказали, не ходи в Израиле. Он собрал во сто крат. И в Библии написано, и стал весьма богатым человеком. Но вы представляете, что такое зерно, когда нет урожая? То есть это зерно, а на вес золота. И Исаак стал весьма богатым человеком. Почему Исаак стал весьма богатым человеком? Потому что он не пошел в землю. Потому что он доверился Богу Господу. И Господь говорил с ним. Если вы хотите собрать богатого рожая, не ходите в Египет. Слушайте Господа. И делайте то, что он говорит. И очень важно. Я обращаюсь к служителям, а мне не обращаюсь к пасторам. Очень важно доверять своим лидерам. Очень важно доверять своим пасторам. Потому что Бог не поставил нас над пасторами. Он поставил пасторов над нами, чтобы они помогли нам стать совершенными и войти в служение. Вы понимаете? Бог дает ведение пасторю. Это то, о чем говорил Олах. И Бог, Он покажет пасторю ваше место в его ведении. Вы понимаете? То есть пастор, апостол, пророк, евангелист, учитель, они помогут вам совершенствоваться и начинают служить, чтобы приносить много плода. И мы не выбираем себе пасторов. Вот этот пастор мне нравится, а этот мне нравится. То есть Иисус выбирает пастору. И Он принимает решение. И у Него свои критерии. И Он оценивает по-своему. И Он имеет право делать то, что Он делает. Вы понимаете? В Библии написано, что Он все совершает по изволению Своей воли. И это очень важно. И у меня к вам очень такая большая просьба. Я хочу вам показать одно местописание. Это послание к Римлянам, 12 глава. Послание к Римлянам, 12 глава. Я читаю с первого стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердие Божие. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». Обратите внимание, здесь написано, «Представьте ваши тела в жертву живую». Кому принадлежит жертва? Она принадлежит Господу. Вы понимаете? И апостол Павел говорит, «Представьте ваши тела в жертву живую». В жертву живую. То есть это жертва. Вы слышите? Это жертва. И ваше служение, оно будет стоить вам. Жертва – это что-то, что стоит. Жертва должна быть без пятна и порока. И жертва, она чего-то стоит. Вы слышите? Представьте, тела ваших в жертву живую, святую. То есть вы должны быть отделенными для него. Благоугодную. То есть вы должны угождать ему, не себе. Мы ищем служение под себя. А мы должны искать служение для Господа. Мы должны ему угождать. И эта жертва должна быть благоугодна ему. Вот здесь? Жертва живая, приятная ему, святая, которая отделена от этого мира, которая отделена для него. И которая угождает ему. И эта жертва – это наше служение. И наше служение, оно должно быть не бездумным, а разумным. А если у вас не хватает мудрости, просите у Бога. Да и просто. И безупрек. Вы слышите? Потому что вы слушаете ему. И ваше служение должно угождать ему. Оно должно быть приятным для него. Оно должно нравиться ему. Оно должно быть святым. Оно должно быть отделенным. И посвященным. Не сообразуйтесь в веком силе. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Не сообразуйтесь, это не одевайтесь. В греческом языке это слово «сусский матица». Обозначает одеваться, обликаться в этом мире. Вот мода она определяет. Верение времени. И Писание говорит, не одевайтесь в этот мир. Не сообразуйтесь этим временем. Не сообразуйтесь этим миром. Для вас это не важно. Для вас важно преобразовываться, изменяться. И второе слово, которое говорится здесь. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. В греческом языке здесь используется слово «метаморфоз». Кто из вас знает значение этого слова? В английском языке оно имеет точно такое же значение. Как и в греческом. Это изменение от гусеницы к бабочке. Я думаю, что Бог ставил специально такую иллюстрацию для нас с вами. Бабочка, гусеница – это существо, которое привязано к земле. И оно питается зеленью, оно питается травой, оно питается листьями. А бабочка, она питается нектаром. И она не привязана к земле. Вы слышите? То есть и здесь как бы две природы. Земная и небесная. У нас есть две природы. Есть земная и небесная. У нас есть ветхий человек, и у нас есть новый человек. Новый человек, он не привязан к этой земле. Новый человек, он не ограничен этой землей. Новый человек не ограничен пространством и временем. Новый человек, он может намного больше. Он не ограничен земной жизнью. Новый человек, это человек, который живет в вечности. И вечность, она не начнется, она уже началась в момент, когда еще вошел в вашу жизнь. И в этот момент вы стали новым творением. И вы должны жить как новое творение, не привязанное к этому ветхому миру. И тому, что его наполняет. Потому что мир идет к своему концу. А мы призваны к вечной жизни. И мы не призваны к земле. И для нас не самое главное выжить на этой земле. Для нас самое главное жить на небесах. Где мы посажены во Христе Иисусе. Чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, уходная и совершенная. И мы можем с вами знать то, что Бог хочет. И то, что Бог может делать через нас. Вы понимаете? Но если мы сообразовываемся с этим миром, мы не можем знать, что Бог хочет. Потому что на самом деле дружба с миром есть вражда против Бога. Но если мы ищем Его Царство, если мы ищем Его Воле, Он открывается нам. И Он показывает нам, что мы должны делать. И где мы должны быть. И мы будем на высоте. И дальше апостол Павел говорит такие слова. По данной мне благодать, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должны думать. Но думайте скромно. По мере веры, какую каждому Бог уделяет. Скромно. Не считайте себя особо великим апостолом для всех народов. Апостолом над апостолами, народ и нашел. Будьте скромны. Если вы апостол для народов, не переживайте. Ваша апостол исполнила скромность. И все народы узнают своего опыта. Вы слышали? Да. Но будьте скромны. Потому что гордый Бог прописывается. А свередок дает милость. Дает силу. Дает благословение. И дает возможность подниматься все выше и выше. Да. И дальше он говорит, смотрите. Ибо как в одном теле у нас много членов, но и у всех членов одно и то же дело. Так и мы многие составляем одно тело во Христе Иисусе. А порость один для другого члена. Мы все вместе составляем одно тело. Но у каждого своя функция в этом деле. Вы понимаете? И левая рука мне не может сказать правой, ты неправильная. Потому что ты должна быть левой. Потому что я левая. Но у каждой части своя функция. Вы знаете, в теле не все апостолы. Не все апостолы. И вы знаете, как бы вы ни напрягались, если вы не призваны быть апостолом, апостолом вы не будете. Вас это не разочаровывает. Разочаровывает. Вы знаете, почему меня не разочаровывает? Потому что апостол на самом деле это не вершина. Апостол это основание. Вы понимаете? А основание это что-то, что живет под постоянным давлением. Вы понимаете? Так что если вы хотите быть апостолом, и в вашей жизни есть апостольское призвание, готовьтесь к апостольскому давлению. Вы считаете жизнь апостола Павла? Кто из вас хочет быть таким апостолом? Попомните? Били его. Топили. Убивали. Грабили. Ну все ребята ездят на Мерселесу. Я помню. Человек. То есть апостольство 20 века привлекает больше, чем апостольство 1 века. Но на самом деле не все апостолы, которые называют себя апостолами. И не все пророки, которые называют себя пророками. И Ешо предупреждает нас, что мы должны испытывать апостолов и пророков. И Ешо говорит, вы узнаете их по плодам. Вы знаете, настоящее апостольство, это настоящее отцовство. И апостол Павел говорит, я внуках рождения, доколе не отобразится в вас Христос. И если вы по-настоящему хотите стать апостолом, и в вашей жизни есть призвание, вы должны стать по-настоящему отцом. И у вас должно быть отцовское сердце. И вы должны быть готовы к особым страданиям, с которыми связана настоящая апостольство. И вы должны быть внуках рождения, доколе не отобразится Христос в ваших детях. И дальше Павел говорит, итак, по данной нам благодати, имеем различные дарования. Различные дарования. Посмотрите, не одинаковые. Различные. И не у всех одинаковые дары. У каждого есть своя функция и свой дар. И каждый из вас должен занять свое место и двигаться в своем даре. И у каждого есть свое дарование. И Бог не дает одинаковые дары всем. Все хотят быть пророками. Особенно пророчий твой постеряк. Так говорит Господь, ты должен сделать дар. А если ты так не сделаешь, я твой стихильник сделаю. Но вот это и функция пророка. Функция пророка это вносить порядок. Вы понимаете? А не хаос в долбове. И Павел говорит, то имеешь ли пророчество, пророчество по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учители в учении. То есть ты должен пребывать в своем даровании. Ты должен пребывать в своей функции. Ты должен делать то, к чему ты призван. И Дух Святой будет раскрывать дары. Вы знаете, Бог дал нам совершенные дары. Но удивительная вещь. Он дал совершенные дары, несовершенные дары. Вы знаете об этом? Да. Дары совершенные. А мы с вами несовершенные. То есть мы можем совершать ошибки. И мы можем делать что-то неправильно. И мы можем даже использовать эти дары неправильно. Но мы должны учиться. И в Писании написано, что твердая пища присуща совершенству. У которых чувства приучены навыкам к развлечению добра и зла. Твердая пища, она присуща совершенству. И вы должны научиться использовать тот инструмент, который Господь вам даровал. Послушайте меня. Этот инструмент совершен. Эдвин, на минутку подойди, пожалуйста. Расскажи эту историю про пророка. Евангелизацию. Евангелизацию. В общем, они где-то отдыхали и решили вечером сделать евангелизацию в этом городе с группой служителей. Ну и там собрались люди, они проповедовали и потом решили помолиться за этих людей. И люди выстрелились в ряд, ну может быть там человек 20. То есть они за каждого из них молились. И Бог давал им понимание об этих людях. И это было очень интересно. И когда этот парень молился, он увидел в конце очереди парня, который вел себя странно. То есть он стоял так вот и шшш. Вот примерно так. Ну и было видно, что он не в порядке вообще. Ну и он молится, ну и так посмотрит в конце очереди. Думает, может кто-то пойдет молиться. Ну все так как-то в сторонку думают, ну ты тут главный, ты иди молиться. А у них были случаи, когда они молились за таких ребят. И ребята такие могли напасть, могли ударить. Поэтому у него большого желания не было молиться с этого парня. Ну в общем, поскольку не нашлось другого, ему пришлось. И он подошел и говорит, ну вы здесь, потому что вы хотите, чтобы мы за вас помолились. А он так взял ашшшш. Ну а не выходил. Ну и, то есть, он взял его за кончики пальцев на руках и начал молиться. Друг Святой показал ему такую картину. Он показал ему этого мальчика в 6-летнем возрасте, когда он едет на велосипеде. Он едет по улице, он едет, он мчится, он летит на этом велосипеде. И такая радость излучается от этого мальчика, что люди, которые идут рядом по тротуару, пожилые люди, погруженные проблемами. То есть он увидел, как снег слетает, вот эта серая пелена депрессии и всего. То есть такая была сильная дар у этого мальчика, вот такую радость. Потом он увидел, как из дома выскакивает мужик и хватает этого мальчика, заволакивает в дом и насилует его очень жестко в течение нескольких часов. И он видит все это, что происходит с этим мальчиком, и потом он его бросает на улицу и говорит, что ты кому-то скажешь, что я тебя убью. И он понимает, и потом ему показывают улицу, название улицы, номер дома, и он понимает, что с этим мальчиком произошло и что впоследствии превратило его в этого человека. И он понимает эту картину и смотрит на того парня, и он не знает, что ему делать, что ему делать дальше. И тот святой ему дает мудрость, и он говорит этому парню, что когда тебе было 6 лет, на такой-то улице, в таком-то доме дьявол украл у тебя тот дар, который тебе дал Бог, он украл у тебя радость. Но Иисус пришел сегодня, чтобы вернуть тебе эту радость. И он начал за него молиться, и этот парень получил полное освобождение. И они говорили о разнице, что значит правоческий евангелизм, почему это важно. То есть есть разница к миру, если я пойду к человеку и скажу ему, аллилуйя, Иисус тебя любит, ибо так возлюбил Бог мир. Ну знаете, какие-то шаблонные, стандартные вещи, которые мы часто используем. У нас уже есть заготовки. Или ты подойдешь и скажешь, Бог любит тебя, Он знает тебя, Он знает те проблемы, в которых ты находишься. И можете назвать эту проблему, если это нужно, но Бог хочет решить ее. То есть и разница большая, правда? И вы видите, когда Он действует. То есть это очень просто. На самом деле это очень просто. То есть это то, в чем может двигаться каждый человек в церкви. Это то, что Бог хочет. Потому что Он дал дары человеку. У каждого из вас есть дарования, но эти дарования, они не одинаковые. В небесном Иерусалиме 12 оснований, и каждое основание имеет свои драгоценные камни. И эти камни, они не повторяются. Они имеют свои цвета, они имеют свою красоту. Но они разные. И там имена 12 апостолов. И они разные. Если вы посмотрите на апостолов, они были разные. И мы разные. Но Бог один и тот же. И Он дает то, что необходимо, чтобы ваше служение, оно было радостным. И оно не было таким, как у других. Вы понимаете? Бог хочет, чтобы мы двигались по новому. Бог хочет, чтобы мы двигались по возраине силы. Он хочет, чтобы мы двигались в Его духе. И чтобы оно приносило плод и радость. Потому что мы с вами находимся в совершенной церкви. Церкви Иисуса Христа. Но в Библии написано, что жена, она себя приготовила. Мы должны себя готовить. И церковь, она должна быть готова. Вы понимаете? И наше служение, оно должно принести плод. Если вы хотите, чтобы ваше служение принесло плод, вы по-настоящему должны стать семенем, которое умрет, чтобы принести плод. Вы должны умереть для себя. И жить для него. Если вы по-настоящему начнете жить для него, вы и служите ему, вы принесете много плода. И я закончу послание к римлянам, 12-ю главу. Я пропущу несколько стихов. Я зачитаю с 10-го стиха. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламени Господу служите. Обратите внимание, здесь не написано, служите пасторам. Здесь не написано, служите апостолам. Служите учителям, своим наставникам. Здесь написано, служите Господу. Служите Господу. И усердия не ослабевайте. Бедухом пламенеть. А огонь на жертвеннике он не должен погасать. Он должен гореть постоянно. И наше служение, оно должно быть наполнено огнем. Вы понимаете? И когда вы будете читать историю о всесжигаемой жертве, там есть очень странная фраза. Там написано, это пища огня. Благоухание приятное. Не бойтесь гореть в служении. Не бойтесь гореть в Духе Святом. Потому что не в самом деле. То есть это пища огня. Божьего огня. Благоухание приятное. Но в нашем служении должен быть огонь. И вы знаете, в этом Божьем огне горит все. Не Божьем. А Божьем начинает раскрываться. А Божьем начинает раскрываться. А Божьем начинает раскрываться в силе. И Бог хочет, чтобы в Его огне сгорело все, что может давать пищу для адского огня. Вы понимаете? Поэтому не бойтесь огненного служения. Не бойтесь огненного крещения. Не бойтесь служения в огне Духа Святого. Потому что на самом деле. В этом огне вы сгорите. И в этом огне раскроется новая дверь. И я закончу. Я зачитаю еще послание Колоссянам третью главу. Послание Колоссянам третья глава. Вы знаете, в Писании написано, что при свидетельстве Духа будет твердо всякое слово. И я читаю с 23 стиха. И там написано, что все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человеков. Вы слышите меня? Все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человека. Знаете, что воздаяние от Господа получит и наследие. Ибо вы служите Господу Христу. А кто неправильно поступит, тот получит по своей неправы. Ибо у него нет лицеприятия. Вы служите Господу. И это принесет много плода, и это принесет много радости. И это принесет много жизни. И полнота радости, она принесет Бога. И вы знаете, Бог препятствовал за нас великую награду. И самую большую награду Он приготовил тем, которые верно служат.